Когда придет время, как хоронить родителей, если они мусульмане? Можно ли будет заходить на их клавище, чтобы ухаживать за могилами? Мои родные, мы с уважением должны относиться к взглядам, к обычным традициям всех. Если какие-то жители какого-то острова Индонезии считают, что самая вкусная пища является червяки, они имеют на это право. Ну пусть, ну пусть. Мне мой друг расколол в Таиланде и угостились самой вкусной пищей, жаренными тараканами. Я говорю, и ты это взял в воду? Говорит, с удовольствием. И несколько раз. Ну, значит, понравилось. Значит, таиландцы молодцы, знают, как жарить тараканов. Поэтому мы никого не осуждаем и все мы считаем, что Бог дал человеку свободу, действие. Поэтому и про тараканов, и про ислам одно и то же. Библия говорит, что истинные религии в мире одна единственная. Так в Библии сказано. Одно крещение, одна вера, один Бог и Отец всех. Одна. Никакой другой религии, кроме христианства, не существует. А вот так ислам, буддизм, синтаизм, там что-то еще. А это, если уж жестко слава апостола Павла, который сказал, что одна вера, он говорит, а иные боги совсем не боги, а бесы в Москве. Ну так отсюда другие религии. Это не религии, а разные формы или самовыдумок, или бесовских мечтаний. Не больше. Все без исключения. Так говорит Библия. Не я. Поэтому на самом деле не существует мусульман и буддистов. Не существует язычников никого. Есть христиане и есть люди заплутавшиеся. Вот и все. Как к заплутавшим относиться? С ненавистью, злобой. Ни в коем как это может быть у христиан. Ко всем только с любовью. Только с любовью. Поэтому никаких обрядов чужих мы не выполняем. Ибо это... Что это за спектакли? Мы знаем только единого Бога, истинную веру и жизнь с Ним, с Христом. Поэтому в никаких обрядах не участвуем, никаких не совершаем. И запрет иных обрядов не считаем запретом для себя. Но то, чтобы чувствовать, как кого-то не оскорбить, не обидеть, например. Вот я захожу в мечеть, например, зайду в мечеть. Я заходил. Я одеваю на голову что-то. Ну, чтобы не обидеть людей, которые находятся, мусульман. И я захожу в синагогу. Помню, мы семинаристы были с девочками, зашли в синагогу. Они сняли платки, мы повязали платки. Девчонки без платков, мы с платками шли. Зато евреи были очень довольны этим. Ну, чтобы их не раздражать и не обижать. Они же не виноваты. У них такие традиции. И мы, придя к ним в дом, не имеем права командовать тут. Это же их дом. С уважением относится к людям, но не к обрядам, которые они совершают. И не к их религиозным взглядам, к людям с уважением, с любовью. А не к иным обрядам. Поэтому сами их не участвуем и никак не исполняем. А потом, кто бы ни был твой близкий, умерший родственник при жизни земной, тем бы себя не считал. И что бы он себя не думал о вечной жизни, его будет судить на самом деле Христос. Аллах судить не будет, его просто не существует. Он не видит ни ада, ни рая исламских. Просто нет. Он будет или в раю, или в аду, которую Христос раскрыл. Поэтому нет двух богов трех. Един Господь, Бог. Един. Поэтому, скажем, вот у меня кто-то близкий, неправославный, не важно, какой они взглядов. Вот они умерли. Я никаких обрядов участвовать не буду, но смогу только для них сделать то, что я смогу. Если они не крещённые, например, то молиться о них – это хорошо. Для меня, для них, для усопших, бессмысленно. А вот что можно сделать, это из опыта мы знаем, и православное дело – подаём милостыню нуждающимся, чтобы Господь принял эту милость для душ усопших. Чтобы какую-то милость я вёл над этими усопшими. Вот это у нас есть, православная такая возможность. Поэтому это мы только делаем. А ходить на клабище, если никого нет, я бы пошёл. А если кто-то есть, я бы не стал обижать мусульман, мусульман, потому что они считают, что на клабище... Вообще, какие мусульмане? Мы, когда к словам мусульмане, говорим, на самом деле мусульман не существует. Есть мусульмане-сунниты, есть мусульмане-шииты, ханафитского толка, вот наш татар, например, в России, и башкир, они очень разные все. Суфийского, как на Кавказе, они разные. Если говорить о том, что сами мусульманы называют чистый ислам, чистый ислам, то там и клабище не существует, некуда ходить. В чистом исламе клабище не существует. Людей хоронят, чтобы только никто не видел, день после смерти бегом-бегом. Закопали, вырвали место, даже камень, чтобы не оставили, чтобы никто не знал, что человек лежит. И это не объясняет вот чем. Для того, чтобы кто-нибудь когда-нибудь в какой-то мере не воздал какую-то форму почитания, уважения умершему больше, чем Богу. Они так это объясняют. Поэтому там вопрос нет, на клабище ходить. Их нет, их не существует. А наши мусульмане, российские, вот ханафийский ток татары-башкиры, суфийское течение на Кавказе. Кстати, истинные шииты, и особенно сунниты, их мусульман не считают. И пускай ты их в Мекку, постольку-поскольку, как бы снисходя. Поэтому, видите, даже ислам, сколько всяких разностей есть. Непримиримых между собой. Поэтому, если под них подстраиваться, под кого подстраиваться? Под многих. А мы подстраиваемся только под Бога. Под Бога истину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok